Дорогие коллеги, мы, я и вы, профессиональные счастливчики. Я потому что могу вспомнить первые наши собрания 70-х годов. И вот я еще, видя, самостоятельно, да еще быстро дошел до трибуны. Многих теперь уже нет, и мы об этом еще вспомним. Вы профессиональные счастливчики, потому что, вот глядя с тех позиций и учитывая современное состояние, вы профессиональные счастливчики, потому что, глядя в эндоскоп, вы можете с помощью современной техники, о которой нам не снилось, она даже не снилась и многим здесь, сидящим некоторое время назад, можно проникнуть в глубину тканей различных органов. Честно говоря, Михаил Павлович, когда дал мне это почетное задание выступить, я волновался. А сейчас я вообще мандражирую вовсю, потому что хочется из современных позиций и всех напомнить вам кое-какие детали прошедшего периода. Здесь написано с десятилетием. Но Михаил Павлович, я впервые прочитал вводную статью в этой книжке, в такой, не в этой, а вообще. Михаил Павлович написал здесь, что 50-летие уже с лишним справить можно эндоскопии. Так вот, не обижайтесь, пожалуйста, если я выполню регламент и все 15 минут поговорю о том, как, на мой взгляд, шло развитие эндоскопии. Ну, а поскольку аудитория эндоскопическая должна напоминать хирургическую, то она не должна быть грустной. В Московском хирургическом обществе был когда-то человек, в 60-е годы я был аспирантом, человек в военной форме с чайником, такие белые спускающиеся волосы. Я запомнил его фамилию, Пападопула. Он сидел в зале, и когда Огнев, профессор, которого по учебникам вы все знаете, говорил докладчику, это неправильно, на странице такой-то написано то-то, то-то, то-то. На следующем заседании Пападопула выходил на трибуну и говорил, Огнев, вы не правы, на этой странице вообще ничего не написано. Так что, вот теперь я хочу вспомнить, а что написано на наших старых страницах. Как мне тут обозначить? Вот это. А, вот это. Я прошу прощения, если кто-то видел мои старые кадры, потому что теперь-то мы подводим итог, и я могу похвастаться кадрами. Когда в 70-е годы, я 30-летний аспирант уже, закончивший аспирантуру, узнал в клинике Березова об эндоскопии, о ней сотрудники кафедры, врачи, говорили либо отрицательно, либо с улыбкой. Вик Сергеевич Савельев, которому я по блату в 30 лет попал на кафедру ассистентом, вот дал мне такое задание. Но это задание было после того, как я случайно в 70-м году нашел в кафедральном хозблоке лапароскоп и дуоденоскоп ГФБ, там старая еще металлическая головка 8 сантиметров. Значит, я попросил у него разрешения заняться этим, потому что работая в районе, я понимал, что без вот таких вот вмешательств трудно лечить больного и соблюдать так называемый в хирургии период динамического наблюдения. Вик Сергеевич дал добро после того, как я неделю проработал в предбаннике у сортира, возил туда каталку и так далее, потому что не было места в клинике у Савельева, где можно было делать эндоскопию. И когда меня шеф вот так вот вызвал, и я ему рассказал, что я делал, и потом показал, он разрешил делать эндоскопические исследования в рентген-кабинезе или в перевязочной, когда все закончится. Вот это отношение. Сейчас Михаил Леонидович передал поклон от наших руководителей, так вот Игорь Иванович Затевахин, будучи доцентом, говорит, Алексей, ну давай сделай мне эндоскопию. А можно ли в это время заглянуть? И вот Игорь Иванович заглянул и действительно увидел то, что я когда-то увидел, и крикнул Эврика, потому что заглянул в эндоскоп, я увидел орган, и увидел орган в деталях. Значит, когда шеф и все мы говорили об эндоскопии, то мы не знали, что и во что это выльется. Вот этого сегодняшнего периода мы не знали, куда мы откроем дорогу. И вот эта девочка юная эндоскопию держит на разные периоды. Ригидная техника, гибкая, полугибкая и так далее. Я делю это на юную девочку, на девочку, в которую поверили энтузиасты и стали заниматься. На девочку, которая пошла в этот путь, и вот прошла более чем 50-летней, и теперь купается в розах. Ну, многие доктора умеют купаться и в других вещах, а мы старые, у нас на лбу написано «не давать», «не берет» и так далее. Так вот, глядя на этот прошедший период, я не могу не вспомнить своего шефа. Вик Сергеевич единственный в клинике у нас поддерживал эндоскопию, но был против эндохирургии, за развитие которой он меня в 24 часа уволил из клиники в 91-м году. И вот эта фотография шефа, когда я 30-летний получал задание, а это когда уже 10 лет я без шефа, и вот у Нобилея, у Вика Сергеевича, он напомнил тот период из-за того, что он меня вызвал, выгнал. Алексей, аппендицит, рыжа, только не в моей клинике. Вот что говорил мой дорогой и любимый учитель. А с чего все начиналось? Вот это аудитория Института гастроэнтерологии. Посмотрите, в первом ряду Галлингер, Сотников. Сейчас мы... Этих я не знаю. Поддубный. Сотников, Галлингер, Романов, профессор Шаповалянц. Вот тогда Ремминович Филимонов и секция гастроэнтерологическая Московского гастроэнтерологического общества вот проводили заседания, собрания и встречи. В этот период заистекший у меня было два друга. Юрий Матвеевич Корнилов, которого вы сейчас видите. И в компании которого мы набрали огромный материал по полипектомии и было выпущено несколько диссертаций. В то время ни морфологи, ни хирурги недостаточно оценивали, какое значение клиническое имеет эндоскопическая полипектомия. Морфологи отказывались исследовать, а хирурги не признавали. Когда я шефу принес тезисы, в 1974 году был съезд онкологов в Ростове-на-Дону, правомощна ли эндоскопическая полипектомия при ранних форм рака. Шеф мне сказал, Алексей, ты меня хочешь опозорить на всю страну? А теперь мы обсуждаем такие серьезные проблемы в эндоскопической хирургии. Мы очень здорово дружились. Здесь на фотографии вы увидите, узнаете... Ой-ой-ой-ой-ой-ой... Вот балбец, а! О! Я хотел сказать, что, значит, вот эта когорта, сидящая в первом ряду людей, она и делала эндоскопию. Почему я вспомнил Юрия Матвеевича? Потому что мы там именно разработали и много сделали по эндоскопической полипектомии. Вот, окрасного нет у меня тут. Морозова Светлана, может быть, она здесь находится, я ее приветствую, потому что она была в тепре вина. А это вверху слева Кадоя-сан, которого вы, наверное, увидите, может быть, он тоже имеет здесь. Завязались тогда дружбы. Это наш друг Монтори с его женой и та же самая Морозова. Я хотел бы особое внимание уделить и поклониться Владимиру Дмитриевичу Федорову, который не только признавал и поддерживал эндоскопию, но и занимался, и видел будущее в эндоскопической хирургии. Это мы за рубежом впервые в 80-м году в Хельс, в Стокгольме на конгрессе хирургов. И вот я сравниваю тот период и этот. Владимир Дмитриевич Федоров, главный хирург 4-го управления, с переводчицей докладывает материал. И я вот наблюдаю в последнее время Хайдарабад, Барселона и так далее. Наши коллеги, сидящие здесь, Юрий Геннадьевич, со своими коллегами, демонстрирует самый высокий мировой уровень докладов, сообщений и, самое главное, сути. Вот когда-то многих уже здесь и нет. Самым большим другом моим был Юрий Иосиф Галлингер. Он был моим и оппонентом, и другом. Юрий Иосиф Галлингер еще жив, передает вам всем поклон. И когда я к нему иду в гости, он говорит, Леша, не забудь зайти в пятерочку. Ну, бутылочку коньяка надо взять. Вот привет вам от него. Да, спасибо. Жак Пересаб в 87-м году сделал первую холецистектомию. Но это ведь Михаил Павлович дал задание не только общее сказать, но здесь что-то личное. И думаю, что общество надо всегда превращать в какие-то вещи личностного, в том числе характера. Армингол Миро, это вообще друг наш. Вот здесь вот, доктор, я так волнуюсь, что забыл, Марина, как фамилия? Иванцова сидит. Вот это ее друг, этот Армингол Миро, и друг общий наш. Опять не то нажал. Армингол Миро с 90-х годов, помню, мы на Сахалин их возили многих, и там проводили первую в России конференцию, значит, научно-практическую. Так вот, Армингол Миро с тех пор наш друг, а Юрий Геннадьевич Старков и его красивые женщины, значит, они его подруги большие. Какой был я горд в прошлом году, когда в Барселоне выходят эти девочки старковские, и на иностранном языке классно докладывают. Жалко, что народу в зале мало, а то мужчины все разбегаются, иначе нечего делать им. Я хотел бы сказать еще, что за прошедший период, да, я почти не упомянул, и вы должны были мне это замечание сделать, я не упомянул подобного. С 70-х годов этот красивый мужчина с английским языком был нашим предводителем, нашим вожаком в 70-е годы. Потом наши пути разошлись, и мы не стали большими друзьями, но тем не менее. Мы едем сюда в поезде, он мне говорит, Леша, а что у тебя за медаль? Я говорю, ну Боря, это же наша медаль госпремии. Ой, у меня, говорит, такая валяется в столе, но я ее не ношу. Я говорю, Боря, ты правильно делаешь, потому что ты ее не заслуживаешь. Почему, говорит он, я говорю, Боря, тематика нашей премии эндоскопическая хирургия, у тебя не было работ, ну мы тебе так все сделали нормально. Ну, говорит он, я зато 23 раза был в Японии. Боря, говорю, а я один раз и то случайно. Но зато, говорю, я в 94-м году в Штаты возил 7 человек бесплатно на съезд гастроэнтерологов и эндоскопистов, а в 96-м году эндоскопическое общество Европы организовало для бывших стран Советского Союза отдельную конференцию. 100 человек бесплатно присутствовали в Мишкольце. Вот чем можно было ответить. Я заканчиваю, это мне, по-моему, послышалось замечание, что уже пора заканчивать. Я хочу сказать, что за стекший период мне особенно приятно смотреть, что наша эндоскопия, наша вообще наука, она изменилась. Вместо нас, необразованных людей, двух слов немогущих связать там по иностранному какому-то языку, ну, могущих петь, выпить и так далее, вот они пробивали себе путь вот к обществу. И я очень счастлив находиться сегодня на этой трибуне. Я хочу сказать, что сейчас в России существует очень много хороших направлений. Вот Старков, я уже сказал, они вообще братья с Арминголом Миро, очень суровый Фёдоров с Веселовым, значит, Кашин, который ни разу меня не пригласил к себе в Ярославль на общество. Ну, а что сделаешь? Языка не знаешь, тратить деньги. Это только Михаил Павлович может пригласить, потому что он хирург, он понимает, что такое хирургия, что такое хирургия. Я Акашин, ну, разве можно понять, что это такое? Друзья мои, я очень рад, что во главе нашего общества сменилось руководство. Я вспоминаю Казань и Муравьёва, царство ему небесное. Мы сидим в президиуме, Галлингер вышел в зал, сел в первый ряд, и от Муравьёва выступала девушка, которая по заболеваниям гинекологические связала что-то с хеликобактером и так далее. Я не выдержал и со смехом говорю. Вот есть же такая интересная наука, когда можно уровень воды в Женевском озере связать с количеством абортов в Соединённых Штатах. Галлингер, человек прямой, встал и говорит, я покидаю этот зал, потому что я не могу смотреть, как этот диктатор Балалыкин тут командует. А сейчас чего? А сейчас спокойно, все сидят, никто Михаил Павловичу не возразит даже. Так вот, я очень счастлив, что Михаил Павлович, и очень завидую ему, но очень жалею, вот собирать каждый раз, всех ублажать, всем чего-то, внимание какое-то оказать, это ж какое нужно терпение, и какое нужно, какую нужна любовь. Вот Михаил Павлович в разных выражениях, он как актёр, но всегда он мягок и ласков. Давайте мы пожелаем ему здоровья. Вчера я вот этот слайд тоже сделал, потому что в Москве, значит, в присутствии Юрия Геннадьевича объявили, что появился у нас теперь главный эндоскопист. И я обзали, 450 главных хирургов сидят. И я вот, мне дали слово, вот, я правда короче выступал, чем сегодня, прошу прощения, но мне так жалко стало, и главного хирурга, и главного эндоскописта в одном лице, бьют по одному месту. Давайте мы пожелаем нашему главному хирургу, главному эндоскописту, чего пожелаем. Вот я в хирургическое общество, говорил Михаил Леонидович как-то в частной беседе, ну вот почему мы, хирурги-эндоскописты, составляем методички, планы, там это, сам издаём в министерство, бесплатно. А почему бы договора не составлять между Минздравом и обществом, и на полученные деньги отправлять молодых специалистов за рубеж, на курсы, таких как я, например, на курсы иностранного языка. Друзья мои, вот я такой, что могу говорить долг, но теперь я уже прошу прощения за то, что я регламент не выдержал. Я поздравляю вас с юбилеем, с праздником, и желаю, желаю всем быть богатыми и здоровыми. Всего вам доброго!